Ну, смотрите, скажем тогда, то есть я не буду комментировать, наверное, сейчас шерезарское законодательство, что это можно заплатить у себя, да, ну, скорее всего, там, возможно, какой-нибудь корпоративный, ну, аналог нашего налога на прибыль и так далее, да. Если мы говорим о том, что я получаю этот кредит или займ, у меня возникают долговые обязательства, то здесь НДС никакого нет, да, деньги сами по себе не приобретены, денег или привлечения объектов не влечет, у вас возникает только налог на доходы, иностранных организаций, да, вот 146 статья налогового кодекса Республики Баларусь, проценты по долговым обязательствам, ну, кредитам, займам не имеет значения, скажем так, да, то есть у нас являются объектом налогообложения, налогового дохода иностранных организаций. Единственное, что вы можете выбрать в рамках действующей структуры ранга, как бы, дату, когда вы этот налог платите, да, 148 статья под пункт 2.1, вы самостоятельно определяете, либо это будет дата начисления процентов, либо дата выплаты процентов, и это решение ваше, но оно должно быть не в конце, так, что? Выговоры там можно и в конце, то есть, если мы говорим, там, про бухгалтерский учет, там, налоговый, там, для исполнения ваших налоговых обязательств, начислять проценты, ну, то есть, генерировать, наращивать, ну, наращивать задолженности, вы будете каждый месяц, ежемесячно начислять, но налоговый доходы, получается, у вас будет возникать в зависимости от того, какую дату вы выбрали, да, ну, если мы говорим про... То есть, мы говорим только о процентах? То есть, мы говорим, нет, сам, сам, сам займ, сам займ, смотрите, если у вас просто, ну, если мы смоделировали ситуацию, что это просто займ безпроцентный, хотя с нерезом такое не пройдет, потому что приравнивается к иностранной безобездной помощи, там, например, это, поэтому будет 0,01 процент, но вы все равно введете, да, объектом налогообложения у нас является только процентом. Такой вопрос по поводу НДС, вот УСМ плюс НДС, при продаже в Беларуси, ведь, например, Apple и Google сейчас НДС удерживают, вот, нужно ли его платить еще со мной в каждом уровне? Про какие конкретные услуги вы говорите и про какое удержание? При продажном приложении через App Store и Apple, ну, не очень давно, как и у Google и Apple, они сообщали, что они НДС в Беларуси начинают это держать. Ну, платите, что они платят НДС. Секундочку, давайте разберемся, что такое НДС, да. НДС – это налог, скажем так, да, то есть, который уплачивается за счет покупателя, но который платит продавец, да. Поэтому, как говорят в Израиле, мы покупаем или продаем, да. То есть, мы говорим о том, что иностранные организации на сегодняшний момент по услугам в электронной форме, как бы, они у нас являются плательщиками НДС, когда там что-то здесь продают, условно говоря, да. То есть, когда вы там, как Беларусь, что-то скачали. Вы же рассказываете про схему зеркальную. Правильно я вас понимаю или нет? Когда вы что-то продали. То есть, вы купили или продали. И продается. Да. То есть, обязанность налоговой нагрузки, скажем так, у нас по исчислению НДС, возлагается на продавца. То есть, если вы продаете что-то в пределах Беларуси, и ваша система благообложения подознает оплату НДС, в этот НДС будете платить. То есть, по удержанию вы говорите? Нет. Вы кто? Вы организация? Как ИП. Вообще работаю без НДС. В данном случае свои приложения загружаю на 100. То есть, их продает Google и Apple. И, получается, при продаже в Беларуси, получается, если передать НДС, то необходимо будет мне платить НДС. Если мы говорим о нем, скажем тогда, что вы реализуете, как бы, там, типа, так, вы не могли реализовать. Это вопрос еще от того, в зависимости от того, кто реализуете. Да. И самый главный момент, еще раз перечеркну, который не решен с маркетплейсом. Вы, ну, достаточно сложно вам будет доказывать, да, кто является конечным потребителем, да. То есть, ну, там, Беларусь, не Беларусь, и так далее. Потому что схема работа реформа. Это означает, что я могу скачать приложение, там, условно говоря, там, ну, являясь гражданином Республики Беларусь из любой страны. Если вы сможете доказать, если вы сможете это доказать, тогда да, если вы сможете подтвердить. Но вопрос, скажем тогда, что на сегодняшний день, если бы мы не говорим о услуге в электронной форме для инвестарных организаций, у нас не прописан механизм. Давайте поговорим. Какую разбивку он отдаст? В разрезе чего? Банковских карт или чего? А что значит? У меня есть банковская карточка открыта, я там не знаю, но при этом у банка, да. Я и оплатил покупку. Я кто? Беларусь или Литовица? Да не, не имеет значение где, нахожу, скажем так, да. То есть, ну, оплатил, не знаю, с Китая, да. Я в этом отношении кто? Как покупатель. Ну, по-черктуру, это, может быть, не есть хотя и с резидентской картой. Так вот, мы говорим о том, что на законодательном уровне вопрос, скажем тогда, определение, кто это, резидент или не резидент, на сегодняшний день не решен. Его несколько лет пытаются ввести в НК, идут ожесточенные споры, а по каким критериям мы будем определять конечного покупателя, да. Было, вот я вам говорю, один из предлагаемых вариантов по банковским картам, да. Потом опять сказали, как бы, АКА, тоже там, ну, нашим гражданинам, да, то есть, будет акты имитированы на банками, да. Поэтому пока вопрос, как бы, ВОЗ и ныне там, да, что подход налоговым коком. Да, нормативно, я так люблю, а акты сейчас какая-то, в основном, да, спаривают ваши пальцы. 99,9% и ответов, и подходов при проверках, да, что НДС у вас будет возникать. Если вы на сегодняшний день напишете, например, запрос там в свою НС по местонахождению, там, посещать реальность, вам тоже ответят, да, что и, ну, вам ответят как, да, не платите, вам ответят что-то. Если подтвердить не можете, платите. Хорошо, скажи, что это зависит. Если шатка не прибегается, то это шатка, да, скаут. Да, нефиг, 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 нефиг. Но на сердечении, еще раз говорю, скажем тогда, то есть, ограничительное механизм подтверждения не прописан. Поэтому если мы говорим про наших доблестных налогов в ГООБОЛЕ, то, с достаточно большой вероятностью я могу сказать, скажем тогда, что на вас разложат обуар-интеса. Если мы говорим про какие-то прямые договора, а не маркет-плейсы, да. Например, как бы, ну не знаю, вы владелец IP, а у вас там паблишер сидит, не знаю, в Британии, да. Вы ему там через лицензию забыл, а он уже сам паблишер свой выбил, да. Вот здесь у вас прямой договор с нерезистентом, да. Вот это схема, когда у вас прямой договор с нерезистентом, да. Юрик, Юрик, да, то есть риск, риска не влечет. Возьмите на площадку, как определяли это на уровень, которая им попросить риск? Для площадок у нас в 33 прописано, скажем тогда, по каким критериям, в том числе и по карточкам, в том числе и так далее. Вот для них есть, для нас нет, да. То есть для них прописали. Юрик, Юрис, вот, да. В смысле? Вы покупали, да? В смысле? А как же делать за счет моделец, который фактически, по прямой документу, в вашей структуре, да. Не совсем молодой. Для обоисков, так важно. Нет, я понимаю, смотрите. То есть если мы говорим о том, что мы работаем с какими-то нерезидентами, которые не состоят на учете в качественном воплательщике основного органа Республики Беларусь, то факт в том, что они в первичных учетных документах выделяют не НДС, выделяют ставку суммы и так далее, и никакого влияния на меня, на белорусского проявлитателя, не оказывают. Да? Я могу принять свой счет ЛНДС только в том случае, если он предъявлен белорусским налогоплательщиком. Например, ситуация, когда мы не выставили там 118 рублей, и ситуация, когда мы не выставили 118 рублей, в том числе НДС поставки 18-18, для меня это одинаковая ситуация, если это нерезидент. То есть для меня факт этого выделения никакого значения не имеет. Поэтому для меня это обычная услуга, которую я смотрю в своем месте, да, то есть итоговую. Больше получается, но в зависимости от того, что на это соглашение? Нет, НДС по соглашению не будет работать. Мы говорим про корпоративные, мы говорим про налоги, на доходы, налог на прибыль, там, ряде, недвижка, по НДС, по косвенным налогам, по соглашению вы никак не освободитесь. Да. Ну, опять-таки, да, опять-таки, да. То есть мы говорим о том, что концепция, про которую мы рассказывали, что НДС возникает в том случае, когда он привязан к тому, что является местом реализации территории, он работает по всему миру, да, поэтому в Польше то же самое, да. Если мы там что-то продают и местом реализации этих услуг будет являться РБ, то у них просто НДС не будет возникать. Ну, вот смотрите, как бы давайте вот простейшую ситуацию, скажем, тогда, то есть, давайте только зеркально рассмотрим, да, то есть вы продали, допустим, там, имущественные права, ну, там, через децидеры, по-моему, или доступили, да, а кольские компании, да. То есть в данном случае, получается, у вас НДС нет, потому что местом реализации будет территория заказчика, да, заказчик поляк, мы не платим, они там самостоятельно, они, скажем, там логовые нагрузки. В зеркальной ситуации, да, мировой подход точно такой же, да, то есть, ну, не сто процентов наше законодательство, там, гармоничное и, там, соответствует друг другу, да, но в общем целом мы говорим, что точно так же. То есть Польша, если местом реализации будет РБ, она просто, как бы, это ФДС, ну, и она, точнее, она у себя платить не будет. И если мы говорим о том, что вот каким-то причинам резидент там все-таки выделил, да, то, возможно, либо он, а, не знал, либо пытается, она снова на жильский. Смотрите, в принципе, плат НДС, что у меня есть начисленные, есть входящие, да, то есть начисленные, минус налоговые вычеты. Тот НДС, про который вы говорите, для них как бы начисленные, да, вычетов у них нет, потому что он у меня ничего не приобретает. За честь начисленный НДС нельзя, да, то есть, можно уменьшить сумму исчисленного НДС только такими-то входящими покупками. По вашей схеме у них никаких входящих. Но, даже если они у вас что-то купят, а вы не являетесь резидентом больше, да, налогоплательщиком, у них вашим НДС точно так же не вас пользуются. Так. Да. Скажите, пожалуйста, если я уже работаю на просчетке, не просчет, то это не так, что никто не будет в порядке налогов. Категоричное заблуждение. Не поддерживаю. В порядке счета никто не отменял. То есть, вам того, что, как бы, при базе расход, ну, при определении валовой рубочки налоговой базой имеющиеся эти расходы, не говорит о том, скажем тогда, что вы освобождены от введения, как бы, из составления кримичного счета. Да, два вопроса. Я думаю, вопрос такого. Здесь я выставляю им двоицу. Да. Ну, там, выставляю одну ее общество. Ну, и эти двоица, в принципе, вставляют там все ее глинцо. Там одно ее глинцо, оно уже там обращает подписанную бумагу, она же говорит, у меня там есть двоица. Да. 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 Это один. Второй момент. Ну, вообще для всех это пока еще, беда, беда огорчения, да. Ну, там, в первую ситуацию. Второй момент. Когда я снимаю стерень и валюту, в этой карточке, там, пока, гендерок. Ну, вот, вот, я снял, что, делали, еще, на, 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 три проекта, на, нет, смотрите, когда вы снимаете, нет, когда вы говорите о том, скажем тогда, что мне не нужны какие-то первичные счетные документы, да, то есть я вам расскажу, что вы глубоко ошибаетесь. Я расскажу почему, да. Все, в том числе и юрлиса, в том числе и индивидуальные предприниматели, не освобожественны от составления первичных учетных документов. Единственное, что вам могут говорить, говорить правильно, что закон о бухгалтерском учете отчетности на индивидуальных понимателей не распространяется, и это действительно так, да, но для них есть аналогичные нормы, а, в налоговом кодексе, и, в инструкции, да, то есть о порядках введения, там, доходов и расходов. Ну, либо для подоходников, скажем так, то есть, либо для усынщиков. По факту, я вам скажу, да, вот на любом мероприятии всегда есть два самых популярных вопроса. Два, да. Первый, где это написано, и второй, что мне за это будет, да. Так вот, давайте со второго, как бы, да, смотрите. Пока у нас еще действует такой, скажем так, документ, с которым у нас, дай бог, пересекаться 488-й указ, да, который на сегодняшний день любому контролирующему органу признает, позволяет признать ваши первичные счетные документы, например, не имеющие юридической силы, да. Или, если у вас их вообще нет, то ваша ручка такого и пришла, да, будет для вас дополнительно лукооблагация. Давайте вам расскажу математику, да. Например, как бы, да, то есть вы, не сделая никакие документы, вам заплатили условно-боряд обязанности, давайте там, 100 евро, да. Вы применяете упрощенную систему лукообложения без уплаты с ФДС, вы с этих, ну, давайте это в рамках деталаризации, 100 рублей, да, вы с этих 100 рублей заплатили, получается, 5 рублей налога при упрощенной системе лукообложения. Когда у вас не будут первички, и вам скажут, что ваша сумма не подтверждается, да, то есть, ну, непонятно, каким правовым основанием к вам пришла, вам эту сумму еще раз включат в состав этих сотых доходов, и еще раз с нее вы заплатите налог при ОСН по ставке 5%. То есть, грубо говоря, в этой схеме неведение первички обойдется для вас, там, здесь, скажем, плюс пеня, ну, плюс пеня, плюс административка, я же говорю, со всем вытекающим. Если мы говорим, что вы ИП на ОСН, то это 16% подоходника, да, плюс 16% еще, вы сверху, да, то есть, если ваша сумма не будет подтверждена, плюс пеня, плюс привлечение конденсативной ответственности. Поэтому первичку вести надо. Второй момент, скажем так, да, то есть, что касается им войсов, здесь есть две новости, одна хорошая, вторая плохая. Плохая заключается в том, скажем так, что им войсов на сегодняшний день, с точки зрения нашего белорусского законодательства, не соответствует требованиям, которые предъявляются к первичным учетам документов. Не соответствует. Да, то есть, поэтому всегда теоретички, можно сказать, что это не первичка. Но хорошая новость заключается в том, что, согласно правопределительной практике, пока не трогает никого. Потому что они все понимают, что если тронет, ну, это касается не только этих, это касается всех остальных, да, то есть, вот там, транспортников, зончиков, и так далее, да, то есть, если скажи, что это не документ, рухнет вся валютная составляющая, да, то есть, деятельность просто, как бы, заблокироваться. Поэтому все понимают, что нет, инвойс нет, не первичный еще какой документ, но практика работает и есть достаточно большой степени варятности, могу сказать, что их будут работать, да, если… у нас есть перечень работ услуг скажем у нас возможно составление первичных документов в стороннем порядке с 2019 года еще больше расширяется у нас было принято очередное поставление если мы говорим скажем про какие-то там не знаю там услуги оказывали там еще на сеть интернет и так далее через публичные наговора мы не говорим аренды заправки и так далее то тогда есть определенный перечень случаев когда первичка может составляться в одностороннем порядке ну и для резидентов в схеме работы с нерезидентами 12 положение у нас тоже предусмотрено возможность составления первичных документов одностороннем порядке я же говорю скажем тогда что при снятии валюты у вас документы потом принесите нам авансовый счет да то есть никто требует не будет но когда придет проверка да то есть но будет смотреть не по идее валюты расходе что вы что вы имеете ввиду под ограничением правовыми налоговыми если вы готовы оказать кому-то услугу и кто-то будет готов купить за 10 примерно долларов туда пожалуйста здесь значит что от чего зависит сумма сумма зависит скажем тогда точно на завязанную нашу налоговую нагрузку то есть мы уже говорили там например что начиная зарабатывать допустим до сферы и как бы там 100000 на самом деле но не такая большая сумма потому что белорусский рынок на самом деле очень маленький по емкости да то есть и в плане генерирования то есть лучше выйти как бы на мировой продажами там за полтора и за доллар куда то есть вы заработаете в разы больше да ну ладно хорошо у каждого своя история да от величины суммы просто будет зависеть то какие налоги вы будете платить например продавая вам дорого да вы не сможете применять продавая очень-очень дорого там может потенциально возникать даже при подоходнике с 2019 года у нас по проекту я вам говорил что индивидуальный предприниматель в рамках 2018 года становится платящим подоходного вернее налога на добавленную стоимость подоходник когда у него выручка за любые три последовательных месяца не за квартал за три последовательных январь февраль-март февраль-март-апрель март-апрель-марь по курсу на последнее число превышает 40 тысяч евро как только в этот предел превысили сразу будете платить и здесь будет возникать с дистанционной реализации 2019 года по проекту на этот предел подняли до четырехсот шестидесяти тысяч в год там уже нет по квартальной разбитки да то есть как только вы превысите 460 перескакивается но опять-таки это пока пока пройдет вот так вот маленький не все не могу не спросить может быть из практики знаете мы не можем подберись эти деньги потому что у вас заблокированы национально то есть крещается у нас есть ну мы не только Дворосбанк на самом деле потому что у нас есть на две категории стран у которых у одних мы в сером списке и во вторых в черном да то есть там действительно причем я не знаю как все страны мира не все есть есть и белый список да и на самом деле да то есть у вас могут возникать проблемы с полтяжами как бы да то есть или вы будете либо иногда долго ждать иногда в протяжении не знаю по полтора-два месяца да то есть пока вся эта проверка да либо вы будете но я не буду сейчас рассказывать да переструктурировать по другому направлению по-другому направлению да прошу вас бесплатно скриншотите что то есть когда вы зайдете на сайт да 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 у нас переструкт cả порядки подтверждения налогового резидента сама по себе табличка таким подтверждающим документом что там организация есть да т.е. ну не является да является скажем так да да то есть у нас раскрытие само... ну если ваша налоговая инспекция если у вас есть возможность применения освобождения налога на доходы полного декларацию по налогу на доходы в налоговые органы все равно будете нести в нашем государстве стоит беспокоиться всегда просто страница с точки зрения законодательства недостаточно да и то какой документ может быть у нас есть ли опять есть законодательство можно а наоборот не дай именно про нормативное обоснование а там кому продает педик юрик педиком да можно собрать некую информацию подтверждает что он не резидент юрик вишник да тогда придет отделка и попросит вас показать вашу техническую где он взяли защищает в первую очередь пользовательские дамы а это 50к да это все я соглашусь потому что зона виска лучше согласиться теперь да защита персональных данных у вас реализована да от нашего процесса но давайте расскажу историю нечислятного сети но чтобы мы понимали о чем мы говорим да вот как бы одна из организаций один из собственных организаций перед проведением проверки ну там взял и сжал документы да у нас в БРБ это история о том как бы начнении налогов не работает да потому что наводнение потоку пожара и так далее да то есть ну не говорят о том что претензии не предъявят у нас есть расчетные методы начисления налогов да то есть по движению по счету да по сопоставимым видам деятельности и так далее да но он произнес ключевую фразу вот я это все прекрасно знаю но зато не сяду да поэтому когда вы выбираете да там между налоговой нагрузкой как бы да то есть и какими-то другими рисками да в том числе и в общем там сворачиваем ваше деятельности да фу-фу-фу не дай Бог переходом куда-то в правовую сферу да то проще наверно как вот таком заплатить и заплатить налоги да да спрашиваю если мы приобретаем услуги у резидента РФ и П как вы ее рассматриваете? подоходник да смотрите даже вот две вещи скажу да посмотрите сейчас посмотрим вы приобретаете какую-нибудь рекламную услугу ну например а-ля у организации не знаю фейсбук да ну и у индивидуального воспоминания или там резидента Российской Федерации в первой ситуации когда вы приобретаете что-то в организации у вас возникает первое налог на добавленную стоимость по 92-ой и налог на доходы иностранных организаций но мы не рассматриваем уже освобождение института когда мы говорим про ИП НДС-1 потому что НДС возникает в 92-ой только тогда когда вы приобретаете товар, работа, услуги, имущественные права у организаций поэтому в отношении ИП у нас остается только один наук и это не налог на доходы налог на доходы это тоже возникает только в отношении юрлиц иностранных организаций по стосору частотой это подоходный наук по всем странам и у нас в том числе МРБ индивидуальный предприниматель рассматривается как физическое лицо как физическое лицо просто как бы там зарегистрированы для определенных целей индивидуального предпринимателя поэтому когда вы будете рассматривать нормы и так далее вы будете работать с ИП точно так же как с физиком в рамках подоходного наук ну и если что как бы то есть для него ну по нашим индивидуальным предпринимателям ставка 16 если у нас будет возникать необходимость удержания мы же по подоходному налогу делаем что? мы исполняем обязанность налогового агента что подразумевает что я не сам плачу а забираю у него эти деньги если у нас есть такая возможность так вот там ставка 13 хотя он будет ИП не везде Стас, прошу? скажите пожалуйста что такое налог на Google и кто его платит? налог на Google скажем тогда у нас платят иностранные организации при оказании услуг в электронной форме которые пришли сюда мы уже говорили здесь стали на учет в Минской городской налоговой иностранной которые что-то продают в Республике Беларусь ну давайте так примитивным языком скажем вы беларусь что-то скачали купили у Google скажем тогда условно говоря какое-то приложение в данном случае допустим налог на Google НДС заплатит сама прощатка то есть заплатит сам Google если я с Marketplace скачал если я с Marketplace скачал какое-то приложение которое не Google готов платить? секундочку, мы говорим не только про Google потому что Google почему-то звучит чаще всего мы говорим вообще про иностранные организации скажем так да, то есть которые оказывают услугивание в электронной форме это не обязательно это может быть Google например я скачал как Google секундочку, давайте поговорим как вы скачали как физик как физик да, ну просто просто если вы скачали как физик то про то что вы там что-то должны куда-то платить нашему родному государству вы можете загрыз у физических риск, у физических возникает налоговая обязанность внутри РБ их нет вопрос не возникните я компания например разместил в своей маркете приложение я не могу доказать кто его скачает то есть вы как организация я не могу доказать кто его скачает два раза платит СДС или один раз то есть платит НДС мы уже говорили вопрос кто продает кто продает давайте еще раз по схеме работы а то мы друг друга не поймем вы разместили приложение в маркетплейсе да то есть вы владелица вы продаете права условно говоря да правильно я вас понимаю да площадка в данном случае просто появляется а-ля посредником реализация у вас как у организации мы говорим о том скажем тогда что это площадка ну допустим даже по некоторым маркетплейсам есть даже различные структуры договоров где она а-ля посредник она скажем тогда приобретатель продавец и так далее поэтому если она будет являться продавцом она будет платить ну допустим НДС по услугам электронной формы получается если мы говорим о том что реализация это ваша то платить НДС если у нас будет возникать порядком определения места реализации то НДС это будет ваше если мы говорим конкретно если мы говорим тогда оба и реализация у вас и конечные пользователи получается у нас кто непонятно как там говорят в сериале в любой непонятной ситуации то есть точно так же и здесь если непонятно кто налоговая нагрузка всегда или мы вникаем в круг и разбираем то есть сами площадки платят как иностранные организации которые состоят здесь на учете при оказании услуг в электронной форме в республике Беларусь порядок того что такое услуги в электронной форме у них перечень у нас определён 33 статьёй НКА для этого эту услугу нужно купить физическое лицо и как определить что её купило физическое лицо по данным и так далее у нас тоже прописано в налоговом кодексе поэтому мы говорим о том что у иностранной организации может возникает необходимость с уплатой НДС к старшей по услугам электронной формы если она с пабличным провалом и они у нас являются услугами оказываемые электронные формы организации Apple и Google у вас есть формат платят или нет? Apple и Google есть на Google и ставим учёт ВВ то есть они платят ДС по управлению Google платят нет смотрите Google тоже стоит да они не платят и разные налоги нет скажем так они не не совсем скажем так то что они стали скрывать свою комиссию и всё остальное как бы не стали там раскрывать свои 30% налоговая нагрузка всё равно возлагается и Google тоже стоит нет последний повтор и то что сам давайте мне быстро камень нужен это самый вопрос не плешики есть которые лимит готовы уже повыручить не хотят переходить в систему не хотят переходить в общий вариант может из практики я понял что вариантов нет но как из практики не нет нет несколько лет назад бизнес бизнес работал у нас по формуле следующего содержания хочется быть честным но меньше чем богат да когда сравнивали да там что нарушить не нарушить то есть мы все считали математику на сегодняшний момент история не работает да ну сети зима и все остальное однозначно нет скажем сейчас настолько повысились возможности мониторинга в том числе заочного доказывание всех ваших а-ля там бестоварно сделан то есть факт того скажем тогда что у вас в нем операции поэтому возможности формирования документов на кого то мы не рассматриваем в принципе скажу то я вам категорически не советую этим заниматься потому что заработав сейчас да то есть мы там через много лет отдадите то что заработали да и немножко сверху ну в зависимости от того какую кратность вам припишут да поэтому если мы говорим о том что вы превысили как бы а-ля предел да то чем вы занимаетесь то есть то есть то есть как бы вас вариант открытия организации ну вот конечно вступление в ПВТ условно условно говоря да есть есть пословица про я не буду говорить или или да то есть смотрите если вы ставите во главу вклад да финансовый некий приоритет то вы должны быть готовы к тому да что для этого финансового приоритета да вам нужно будет совершить какие-то определенные действия да но я от имени присутствующих здесь могу вам сказать и про ИП которые ведут к нему еще дохода по расходу что проще вести гугачу гораздо проще вести бухгалтерс ну смотрите если мы говорим о том что вы будете ИП вы ПСЗУ вас скажем тогда будет минимальным то есть если у вас не будет основного места работы вы будете воплотить по формуле 35% от скажем тогда ну не от базовой скажем так у вас сейчас средний ЗП и если у вас нет основного места работы вы являетесь плательщиком ПСЗ но у вас являетесь по ставке 35 но у вас установлена минимальная сумма с которой вы должны будете платить То есть, если ваш доход, например, составляет, условно говоря, 500 тысяч долларов, у вас есть минимальная ставка, например, вы заплатите ФСЗ, не знаю, там, за сентябрь, да, то есть, исходя, ну, там, он платится один раз в год, да, но методика какая-то, берется средняя за каждый месяц, да, январь, февраль, март, апрель, май и так далее, да, 35, это минимум, который вы должны заплатить. Больше, пожалуйста, меньше нет, да, вы его заплатили, живете дальше спокойно. В прошлом году это было что-то порядка, не-не-не, я же сам зачем, тысяча, тысяча, там, что, за год, ну, 100, конечно, 600 долларов, для вас обойдется... Нет, а если мы говорим про организацию, то в отношении наемных лиц, да, вы будете платить взносы по социальной защите населения, да. Ну, смотрите, тут или, или, да, все вот эти прямые попытки, которые вам советуют, да, давайте соберем кучу ЭБшников, будем там где-нибудь в офисе работать или еще остальные, да, то есть, или мамы, папы, или что-нибудь, ну, она и нейрологичная схема уже не работала, да, то есть, и категорически, да, то есть, им заниматься не рекомендуется, поэтому, либо вы будете готовы отдать, да, и зарабатывать больше, скажем тогда, то есть, ну, либо, ну, когда-то российская ГИБДД опубликовала памятку, как защитить от лугу на автомобиле, да, и в лугу не стояло, не покупать автомобиль, да, то есть, или вы занимаетесь, готовы платить, как бы, да, то есть, ну, либо, если вы говорите о том, что вы, как бы, каким-то образом собираетесь экономить, то 3В прямых выходов не криминального характера, да, на самом деле, нет. Значит, я озвучу вопрос девушки, она говорит, скажем тогда, а что будет, если моя мама станет программистом, да, то есть. Нет, я говорю на одном, ну, что сейчас, ну, приходите с ним, где верите. Вот, да. Я вообще ИП-шников никто не видел. Желал бы быть в фруктуальной фронтации, и тогда я тебе все верю. Нет, ну, как сказать, вы в определенный момент тоже дорастаете до определенного уровня, и как индивидуальный предприниматель, да, то есть сказать о том, что кто-то там, да, не любит ИП-шников, да, то есть, ну, это не всегда. Ну, даже из личного... Если я вам скажу, что Виктор Прокопинит уже ИП-шник, да, ну, скажешь, не путь и к нему относиться негативно, да. Понятно, да. Скорее всего, там какая-то будет, не знаю, доля, ну, если не уважение, да, то понимание того, что он нормальный парень, да, то есть... Ну, а здесь нет, нет. Соглас, соглас нет, здесь, здесь, здесь в этом отношении соглашусь, как бы, да, но на самом деле все, все очень индивидуально, да, все очень индивидуально, да, и индивидуальные предприниматели, скажем, да, и в плане подхода, и в плане репутации, и в плане всего остального, и теми компаниями, с кем они работают, скажем так, да, это уже абсолютно нормально. Я говорю, между ними и отношения разных организаций ПП, как бы, да, то есть тоже разных, на сегодняшний момент, скажем так, да, ну, в том числе и АИТ, я не считаю, да, что если там кто-то ИП, да, то это какой-то, наверное, супер-принижающий, негативный фактор, да, да, и если он нашел, скажем так, вот этот момент, то он сам. Ну, на самом деле, я могу сказать, что вас обрадует, да, вот, чем у нас выгодно отличается ИТ-бизнес, да, то есть от всего остального, например, от реального сектора, где приходят в зал ребята с мурыми лицами, да, значит, ну, нет, я не шучу, на самом деле, как бы, да, то есть, вот, у ИТ, хотя бы вы подметили, что я оптимист, на самом деле так, да, они верят светлое будущее, верят, что у нас все будет хорошо, и в республике Беларусь, скажем так, да, то есть, все улыбаются, улыбаются, не искренне, да, то есть, не натянутая, на самом деле, это действительно так, да, но чем отличается ИТ-бизнес от любого другого, тем, что государство ему не может администрироваться, то есть, если у вас забрали завод, с ним понятно, вы купили сырин, что-то произвели, кому-то нашли, кому-то продали, что-то положили на склад, если у вас забрать вашу, не знаю, ИТ-компанию, да, или, там, не знаю, там, права на право или что-нибудь еще, да, то что с ними делать, никто у нас там, да, и не знает или сможет, да, то есть, ну, и даже крупные компании, говорю, они немножко приврали, как бы, да, то есть, ну, даже, там, со штатом, не знаю, там, 5-6 тысяч человек, говорят, не, что мы там за две недели можем переехать, все будет, то есть, без земного шара, пускай примрали, пускай за полтора месяца, да, ну, этот риск, все тоже понимают, что если смеется на угол и климат, и их будут трогать, ну, руками, да, то, скорее всего, скажем, трудно, мы отойти с стороны, куда-то везем в другую сторону. Вы про Россию, да, с апреля 18-го года можно уже карпать бумажку и запрашивать. Вы запрашиваете у контрагента справку в электронном. Они вам делают, условно говоря, присылают по электронной почте к файлу. Если вы очень хотите, я сейчас в экспресс-режиме попробую его найти, чтобы вы понимали, что это такое. 42-я инструкция Министерства по налоговым сборам. Это инструкция о порядке подтверждения налогового резидентства. Это крылья налоговая, это, скажем так, седьмой декрет, в котором вы брали и ее есть. То есть это не нарушение инструкции. Документы. Да, да, да. Документы. Да, я вам не найду. Ну, смотрите. Оно из себя представляет вот справку в электронной почте. Да, то есть обычная, да, фонированный. В середине этой справки, среди, да, вот такие столбцы строка с ячейками, да, в них будет ввод. Да, то есть вводится, скажем так, да, вводя этот ввод, он вам выдает графическое изображение, что мы были у вас песчанами, пошли к науки. Да, да, да. Эта процедура, которая на сегодняшний день у нас-то законодательно моднее закреплена. Да, то есть мы это, даже не сложим, как-то практика, которую у нас платили правовало, по России, да, потому что нам по разным странам могут возникать свои умы. Нажимается самая политическая изображение. Вначале, вначале, вỗна у нас конкурсер, который вам присылали в данном этапе, в данном этапе, в данном этапе, для вас просто этот конца – в протяжении сообщение. Да. Так еще раз, какие вопросы? Не знал. Правильно, я говорю. В головной конкретной области, в результате, в целом степени их там есть, в порядке зрения, что есть некоторые, Субтитры делал DimaTorzok 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 когда вы получили, каким годом, если мы говорим про Великобританию? Просто по ряду стран вы можете получить в 2019 году, но они напишут, что он в 2018 рассматривался как лицо с постоянным месяц пребывания. По Великобритании, конкретно по Великобритании, как бы возможно нет, потому что у них справка дается год в год. То есть она содержит не период, а давку. Если она будет выдана в 2019 году, она будет действована в 2019 году. Какой еще вопрос? В Великобритании сказали, что есть справка в 10 минут? Нет, я сказал, что есть еще ряд стран, у которых нет ключевой фразы. Что они рассматриваются как лицо с постоянным местом пребывания, то есть если это приведет к соглашению безбежания. Но по нашим новым органам, по этим странам, потому что у них справка установлена их национальным законодательством, например, Индия, условно говоря, и ее принимают у нас, конкретно в этой стране, даже без этой фразы. Хотя в инструкции о порядке подтверждения постоянного места пребывания в качестве обязательных реквизитов, эта фраза должна быть. Вот эти страны просто вышли с включением. То есть, общего марта. Я понял вашу фразу, что должна быть справка на 18 минуты. Да, да, да. Нет справки? Ну, давайте. Исходные данные. Есть. Да. Да. Смотрите, давайте еще раз. Мы говорим не про выплату, а про начисление. То есть, начислили в июне. Хорошо. Начислили в июне, выплатили в июне. Да. Налог на доходы тогда, наверное, потому что справки не было. Вы подали декорацию, доплатили бюджет. Типа удержали, не доплатили вашему матрагенту, да? Да. И вы пришли в октябрь. Да. Да. И основания. Прошло. 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 Все, все. Нет, я ваш вопрос уловил, скажем так. То есть, если на период, когда у нас наступала дата получения дохода, а дата получения дохода у вас была, скажем тогда, то есть, ну, в июне 2018 действовало старое соглашение, то возможность возврата будет связана с нормами старых соглашений, да? То есть, вам возвращает тот налог, обязательства по удержанию которого у вас возникли в июне 2018. Поэтому, да, вы еще будете возвращать по старому соглашению. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Я здесь. Спасибо. Вот, по-другому, скажите, вопрос. Если есть это диспромобилизация, то есть, приятный, то я вам вышла на то, 5%. Положен дальше, я предложу себе насчет. Переводите что? Переводите что? Снимаете личные доходы, да? То есть, да. Ну, если валюту, продали валюту, да, потому что снять за личного дохода в валюте пока у нас нельзя, ну, и не купить нельзя в рамках переводализации снять, да. С этого снятия мы ничего не платим. Да, да, да. То есть, вам пришли деньги на счет. Ну, там же у нас, чтобы заплатить налог, должно сойтись два момента. И деньги, и услуги долгов. Потому что сама по себе предоплата, да. Некоторые платят с оборота по счету. То есть, не всегда. Да, потому что надо заплатить, да. Значит, если вы снимаете уже, как физическое лицо, себе личный доход, то вот со снятия личного дохода никаких налогов у вас уже не возникает дополнительно. Если бы вы были юрлицом, то при распределении дивидендов у вас бы возникал подоход на налог в пользу юрлица. Если бы ИП сняли, положили в карман и пошли тратить, и все. Переводите налога отложки. Продолжение следует...